Поздравляем Урал с победой в серии пенальти, но в то же время сейчас сказали нашим футболистам, что ни в коем случае не нужно расстраиваться, потому что по отношению к прошлым играм мы достаточно неплохо провели этот матч, по качеству, да, в первом тайме было очень много простых ошибок, невынужденных ошибок, брак в передачах легко теряли, потом попросили успокоиться команду, да, чтобы надо быстрее принимать решение, мяч вниз положить, более хладнокровно, иметь терпение в определенных ситуациях, в принципе, достаточно неплохо второй тайм провели, был хороший момент для того, чтобы мы забивали, ну и с таким, я думаю, что преимущество второй тайм мы играли, поэтому здесь надо двигаться дальше, в любом случае, движение по таблице есть, очко есть, двигаемся вперед. Пожалуйста, ваш вопрос. Ютуб-канал «Голевой удар» Алексей Подволовский. Михаил Михайлович, во втором тайме произошла замена, вместо Пеняева вышел Грушенков, часто они играют вместе, но в этот раз именно один заменил другого. Был ли вариант оставить их двоих в поле? Мы хотели освежить фланги, понимали, что у нас, во-первых, их держали в уме, что есть впереди календарные матчи чемпионата, да, поэтому свой отрезок времени ребята провели, поэтому были хорошие моменты, были моменты, которые надо будет проговорить, но то, что с выходом атакующие тройки. У нас еще больше усилилось давление Грушенков, Дзюба, Митай, Миранчук из глубины, молодой Щетинин хорошо вышел, дал динамики агрессии, поэтому мы, в принципе, довольны, и давление создавали, и моменты создавали, нагнетали. Здесь единственное, не хватило нам точности в завершении. Спасибо. Да, пожалуйста. Михаил Михайлович, добрый вечер. Гирфан Мирасов, блог футболя. Скажите, пожалуйста, обращаю внимание на себя такой нюанс, что Локомотив старается пойти в штрафную, и за штрафную не бьет. Это у вас такая установка, либо по ситуации? Ну, нет, конечно, нет, конечно, ни такой установки нет, наоборот, мы акцентируем внимание на этом, что у нас мало ударов с длинной дистанции, но и просим игроков проявлять инициативу, что необходимо бить, необходимо брать на себя ответственность, брать инициативность. В этом плане, наоборот, и говорим, и поощряем эти действия, чтобы в этом компоненте игры мы были более активны. Да, еще такой момент. У вас центральные полузащитники, Марадишвили и Карпукас, очень близко к атаке, казалось, играли. Это у вас тоже ситуативно, либо разрыв между центральным защитниками и полузащитниками часть игры поматировали? Ну, я не могу сказать, что есть большие разрывы, да. Во-первых, в зависимости от того, где находится мяч, в какой зоне, линия обороны должна тоже поджимать, играть более компактно. Поэтому, если одни двигаются чуть глубже, другие ведут в давление и оказываются ближе к атаке, конечно, какие-то зоны появляются, чтобы соперник мог пользоваться. Но мы уплотнили игру во втором тайме, и таких уже моментов не возникало. Спасибо, еще вопросы. Пожалуйста. Два вопроса от нашего региона Денисиевского коллеги. Первый вопрос. 93-й игрок Карпукас. Номер 9, пожалуйста. Миссинг пассик. Он очень... Отдавал много неточных передач. Почему вы не заменили его? Ну, во-первых, давайте мы начнем с того, что в нашей команде очень много молодых ребят. И те ребята, которые играют, это 20-летние мальчишки, которым свойственна нестабильность. А некоторым есть и по 18 лет. Поэтому здесь в этом плане какие-то вещи ожидаемы. Конечно, необходимо над этим работать, чтобы брак был меньше. И нацеливаем игроков на это. Поэтому здесь в этой ситуации... То, что касается заменить, наоборот, мы считаем, что когда идет большая ротация, игровые связи нарушаются, особенно ротация в Кубке. Поэтому сегодня приняли решение, чтобы команда более сыгралась, более игровые связи были налажены. И в меньшей степени какие-то ротационные вещи проводить себе. Вторая вопрос, как вы выбрали Пиняев, Пиняев от, и Зуба в. В самом деле, Пиняев хорошая ротация, как бы, может дать хорошие кроссы к Зубе. Но почему Пиняев от, и Зуба в? Вы выбрали Пиняева и в это время выпустили на поле Зуба. Потому что вышел Глушенков, который очень хорошо тоже владеет левой ногой, который может смещаться в середину и делать эту передачу в створ-ворот. Тоже, как и Марио Митай, который выходит с левой ноги и тоже может делать хорошие кроссы. И, в принципе, очень были хорошие моменты, когда мяч в трассу доставлялись. А Сергей Пиняев, молодой игрок, свой отрезок времени провел на поле. И сейчас уже важный матч в воскресенье, который тоже необходимо готовиться. Продолжение следует...